Дорогие друзья, в этом видео мы разберем с вами форму N-400 Application for Naturalization Эта форма действительно с 2023 по 2025 год По окончанию этого видео вы будете хорошо понимать каждую часть этой анкеты Вы будете понимать каждый вопрос Почему это важно? Потому что если вы понимаете каждый вопрос, вы правильно сможете, во-первых, заполнить свою анкету Во-вторых, выучить этот вопрос и, в-третьих, правильно ответить офицеру Смотрите, пожалуйста, это видео, запоминайте вопросы и ответы Для того, чтобы получить паспорт гражданина Соединенных Штатов с первого раза Дорогие друзья, приглашаю вас на подготовку к интервью на гражданство В Соединенных Штатах Америки вместе со мной За годы успешной подготовки моих студентов выработалась четкая система Как помочь человеку, даже с нулевым английским, пройти интервью на гражданство И получить паспорт Соединенных Штатов Америки с первого раза Ребята, десятая часть, суть этой части, это замужество, женитьба Это ваш семейный статус Смотрите, marital status У вас он может быть абсолютно разный Вы можете быть single Это значит, ребята, что вы никогда не женились Никогда не выходили замуж Никогда не ходили ни в суд, ни в ЗАГС, никуда И вот вы пишете, что вы single Если вы были там везде, то вы married Если вы женаты, сейчас живете со своим супругом Если у вас есть документы о разводе, вы пишете, что вы divorced Если, не дай Господи, ваш супруг умер, то это widowed Если вы уже разъехались, но еще не развелись Если у вас есть официальные документы об этом, что вы разъехались То вы separated И если ваш брак аннулирован, то вы скажете, что ваш marriage annulled Ребята, смотрите, очень важно для вот этой категории людей Если вы single, то вы, пожалуйста, пропускайте все это И идите на часть 11 У вас ничего спрашивать не будут Ребята, во втором вопросе у вас спросят Ваш супруг является гражданином вооруженных сил Соединенных Штатов Если не является, то вы говорите no, конечно же И дальше идете Если является, приготовьтесь говорить о том, что делает ваш супруг и где В третьем вопросе у вас, я хочу особое внимание Как бы ваше обратить на этот вопрос How many times have you been married? Сколько же раз вы были замужем? Ребята, это сколько раз? How many times? Если вы были один раз замужем, и вы напишите цифру 1, то вы скажете one time Если вы напишите здесь 2, вы скажете two times Посмотрите, что в скобочках Включаем аннулированные браки Браки на других людях и браки на том же самом человеке Если вы два раза разводились со своим супругом и потом за него выходили, то это все равно считается, потому что у вас есть документ И поэтому в скобочках, вы видите, вам здесь это пишут Ребята, посмотрите, пожалуйста Дальше в четвертом пункте вас просят о вашем настоящем супруге Current spouse's legal name Настоящее имя вашего сегодняшнего настоящего супруга Вы пишете Если ваш супруг был натурализован, менял имя И до этого был другим именем Был, например, Петр Иванов, а стал какой-нибудь Питер Джонс Тогда вы сюда Петр Иванов пишете, а сюда Питер Джонс Потому что Петр Иванов это было его предыдущее имя официальное Если, ребята, ваш супруг или супруга имели клички или псевдонимы или девичьи им имена фамилии Вот здесь вы должны это указать Ребята, конечно же, D и I очень важные пункты Когда родился ваш супруг и когда же вы поженились Когда вы entered, как бы вошли в ваш брак Ребята, F просят current spouse's present home address Где же живет этот супруг, который сейчас является вашим настоящим супругом Вы должны заполнить Current spouse's current employer О компании настоящего супруга Настоящий работодатель Или компания, где он работает, необходимо указать Друзья мои, дальше в пятом вопросе спрашивают Ваш настоящий супруг является гражданином Соединенных Штатов Америки? Да или нет? Дальше, если он является, да, и вы ответили да на вот этот пункт То идите на пункт 7 Если ваш супруг A US citizen Completely following information Заполните, пожалуйста, следующую информацию Смотрите When did your current spouse become a US citizen? Когда он стал? Смотрите, он мог стать at birth Да, по рождению Тогда вас просят пойти в пункт 8 Он мог стать other Тогда вас попросят дополнительную информацию И date of your current spouse became Если он натурализовался То он became a US citizen, да И вы пишите сюда Когда же ваш супруг натурализовался То есть стал гражданином Соединенных Штатов Ребята, я продолжаю вас все-таки приглашать На подготовку со мной вместе К интервью на гражданство Потому что я знаю, что это очень непростой процесс Я знаю, что я сумею вас подготовить качественно По всем ответам на все вопросы Вы знаете, друзья, мало знать вопросы Мало слышать слова Нужно еще правильно отвечать на эти вопросы Нужно еще не растеряться И наша программа уже 8 лет успешно функционирует И, конечно, я вас приглашаю Пожалуйста, звоните по вот этому телефону У нас есть студенты со всей Америки У нас есть студенты из Аляски, из Техаса Из Калифорнии, из Флориды Из Нью-Йорка, из Нью-Джерси Звоните, пожалуйста, 954-470-3588 И я сделаю максимум возможного и невозможного Чтобы вы получили паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки с первого раза Даже если у вас не очень хороший английский Или даже если у вас куча информации И вам нужно это все соединить Объединить, систематизировать Или если вам просто нужно Чтобы я помогла вам это все начать Сделать и завершить Потому что для этого тоже нужна сила воли И, в общем, я, друзья, жду вас Я приглашаю вас Приходите, пожалуйста Вас ждут групповые занятия Вас жду я, потому что я всегда в зоне доступности В зоне телефонного звонка от вас И, конечно же, несу полную ответственность За то, как мы с вами подготовимся И получим паспорт Дорогие друзья, следующая часть Допустим, ваш супруг не гражданин Америки Посмотрите Надо написать его Гражданство, национальность Здесь нужно написать его A number, который есть у него А здесь в C пункте Нам нужно написать Либо он lawful permanent resident Законный постоянный резидент Или other Или ваш супруг, например, ждет интервью Ребята, в восьмом пункте How many times Сколько раз ваш current spouse been married Сколько же раз ваш настоящий супруг был женат Посмотрите, надо включить Marriages, браки, которые были аннулированы Браки, которые были на других людях Или браки, которые были на одном и том же человеке И если ваш current spouse Настоящий супруг Был married before Имеется ввиду, был женат до вас То вы, вы обязаны Provide, предоставить информацию Об бывшем супруге Вашего нынешнего супруга Конечно же, его тут надо написать Добро пожаловать на наш канал По подготовке к интервью на гражданство Подпишись на канал, потому что здесь ты найдешь Абсолютно всю информацию Чтобы успешно пройти интервью на гражданство В Соединенных Штатах Америки Лайкай видео, если оно тебе полезно Смотрите, ребята Здесь legal name of my current spouse Prior spouse Бывший супруг Вот этот человек, который был женат до вас На вашем супруге Мы пишем его информацию Его иммиграционный статус Этого бывшего супруга Он либо гражданин, либо Lawful permanent resident Либо что-то другое Конечно же, его дата рождения Страна рождения И, безусловно, его национальность Мы все это должны выяснить, написать Чтобы у нас все абсолютно совпадало Ребята, смотрите My current spouse is date of marriage Когда поженился мой супруг на предыдущем супруге И, безусловно, когда их брак закончился То есть, закончился И дальше в age, посмотрите Как же закончился брак Он мог быть аннулирован Они могли развестись Вот этот человек, он мог умереть Spouse deceased Или что-то другое произошло И нужно написать это Безусловно, это все нужно объяснять, ребята И чтобы правильно это все объяснить И вообще, чтобы в этом огромном материале По всем четырем частям вашего интервью Ибо то, что мы сейчас разбираем Это только одна часть интервью Не запутаться И все было четко и конкретно Я вас приглашаю на подготовку к интервью на гражданство Звоните, пожалуйста, по телефону 954-470-3588 Я жду вас на классах в интернете Дорогие друзья, дальше Если вы теперь, ваш супруг мог быть женат, правильно? Но вы же тоже могли быть замужем Или жениться на ком-то до сегодняшнего брака Так вот, девятый пункт Он говорит о том Обеспечьте, пожалуйста, по поводу вашего предыдущего супруга Если вы до этого брака были замужем или женаты Вот посмотрите Вашего My prior spouse's legal name Моего предыдущего супруга Легальное юридическое имя Пишем Моего предыдущего супруга Статус иммиграционный Когда я вышла за него замуж Все, что я знаю Он был либо гражданином Либо законным резидентом страны Либо что-то другое Дата рождения моего супруга И, конечно же, страна рождения моего предыдущего супруга С которым я, допустим, была до моего нынешнего супруга Ребята, в Иве мы пишем с вами My prior spouse's country of citizenship on nationality Это где ваш предыдущий супруг имел паспорт Какая у него национальность В F Когда вы поженились Со своим предыдущим супругом Когда ваш брак закончился End Что случилось И дальше в H Как это случилось Либо был аннулирован Либо развелись Либо человек умер Либо что-то другое приключилось у вас Субтитры создавал DimaTorzok